приветствуем всех на канале астрора друзьям у вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня друзья мы уделим внимание 14 июня и в народе считали что это и действительно первый день лето почему это так какие народные приметы есть в этот день а также что обязательно нужно сделать в этот день 14 июня на устина в день не обязательно досмотрите это видео до конца чтобы знать больше полезной и важной информации и так друзья 14 июня на руси праздновали устина в день и по древнему календарю это был самый первый летний день самый был первый и летний праздник в этот день наши предки внимательно следили за погодой считалось что в этот день от нее во многом зависит будущий урожай и так друзья и православные в этот день чтили память святого иустина который родился в первом веке в городе сихеме он был очень умным и справедливым человеком проповедовал христианство и почитал иконопись у этого праздника множество других названий такие как иустин и харитон пиона и валерьяна день мученицы харит и и все они то что мы озвучили ранее пострадали за христианскую веру христиане называли его еще устин брусничные губы и устин он же устин считался заступником обиженных и слабых покровителем честных отношений в этот день селяне в те в далекие времена трудились не покладая рук сажали огородные культуры сели и чаще всего горячиху также крестьяне в этот день прислушивались и к пению птиц птиц если пел сковорец то лето уже полностью наступило и считалось что далее будет только тепло следили люди в этот день и за погодой ясное небо сулила хороший урожай дождь обилие лесной ягоды особенно брусники потому и говорили брусничные губы а если была облачность то знали что крепкие волокна у конопли или на что особенно радовало ткачих густина в день нужно было обязательно помириться с теми людьми с кем вы были в ссоре не разрешалось строить или ремонтировать сегодня заборы также не рекомендовалось делить огород на грядки вспахивать целину и подвязывать растения а вот прополка и рыхление грунта в этот день очень даже приветствовалась нашими предками по поверью у устин или и устин покровительство чистоте отношений и всегда обстоит только на сторону а на сторону обиженного или слабого человека и по преданию в этот день жена может принародно потребовать извинений от мужа за несправедливость в отношении ее и муж должен будет а извиниться если после этого он поднимет руку на жену то все его будут считать пропащим и не будут иметь с ним дело в этот день девушкам советовали лицо мазать кислым молоком а волосы намочить сывороткой держать маску нужно было подольше потом вымыть травой мыльником или сырым куриным яйцом тогда волосы будут очень хорошо расти коса станет толстой и блестящей по поверью в этот день чистили пороге искали ивовый пруд для того чтобы отхлестать порог и ворота и не пустить ничего злого нехорошего не доброго с улицы знахари и целители выходили пошептать сегодня на ветер они читали особое заклинание ветра чтобы он повлиял на урожай хлеба в это время многие люди отправляются в лес за лечебными травами важно помнить что нельзя растение вырывать с корнем если он вам не нужен корневища следует оставить в земле чтобы на следующий год было что собирать в лесу если же вам необходим был целебный корень то весь его не выкапывайте часть оставьте в земле придя в лес за травами и кореньями поклонитесь на все четыре стороны и попросите прощения у всего белого света а также позволение взять силу от земли чтобы помочь всем кому плохо если вы так сделаете то на вашем пути будут попадаться только сильные и крепкие растения друзья вот такие у нас народные приметы и народный календарь на 14 июня друзья мы вам всем желаем прекрасного дня великолепного настроения и пусть все вашей жизни будет прекрасно